Дорогие друзья, я вас приветствую. Рад с вами встретиться. К сожалению, встречаемся с вами еще онлайн. Нам еще неизвестно, сколько времени нам придется в таком состоянии с вами встречаться, но тем не менее мы привыкаем к новой реальности. Для нас большое преимущество, что все-таки есть эти современные технологии, есть возможность мне, как пасторю, к вам обращаться таким образом. Сейчас суббота. Для нас это важный день, когда мы находимся в покое, когда мы молимся нашему Богу и изучаем Священное Писание. И сегодня, накануне за неделю до того, когда многие христиане будут вспоминать о жертве нашего Господа и о Пасхе, я назвал тему размышлений «Пасхальное разочарование». Давайте сегодня поразмышляем в Священном Писании именно на эту тему. И для начала я приглашаю, дорогие друзья, чтобы мы склонили голову и помолились. Великий наш Господь и Бог, мы благодарны Тебя, что в этот субботний день мы можем вместе молиться, вместе собираться даже перед экраном для того, чтобы исследовать Твое Слово. Мы просим благословить, чтобы мы сохраняли это единство в Духе, в Слове Твоем, в истине Твоей. И просим, говори сегодня к нашему сердцу. Во имя Христа мы это просим. Аминь. Итак, Пасхальное разочарование. Я хочу вернуться к книге, которую мы с вами, друзья, не так давно исследовали. Это Евангелие от Марка. И хочу говорить о последнем пути Иисуса, Голгофе, к смерти. Уже своим ученикам он начал говорить о том, что он умрет, но на третий день воскресенье. Он уже начинает говорить, что фарисеи и книжники восстанут против него. Но мы видим, что ученики или не хотят слышать эти слова, или их мысли заняты какими-то особенными желаниями. Читая Евангелие, мы видим, что они ожидали, что Иисус восстановит царство Давида. Они ожидали, что он будет как второй Мессия, как второй Моисей, который освободит свой народ от рабства, в котором они сейчас находились. Это римская ига. И они, конечно, ожидали, что за то, что они пошли за Иисусом, они будут получать определенные бонусы. Мы видим, что молва об Иисусе распространялась. Уже многие люди воспринимали его как особенного человека, как пророка, как вестника, которого послал Господь. Петр уже даже объявил, что он Мессия. Он сказал, что я веруюсь, что ты Мессия. Иисус ему сказал, что Петр, это не ты сам для себя это открыл, это Отец мой Небесный, это Господь дал тебе это понимание. И так мы видим, что ученики воспринимают Иисусу как Мессия. И у нас будет сейчас большая проблема. Проблема связана с тем, что когда мы чего-то ожидаем, такого особенного, свою какую-то мечту, и вот мы сейчас пойдем к разочарованию, которую переживут ученики, и не только ученики, но и, наверное, весь народ. Мы начнем наше повествование с того момента, когда Иисус торжественно въезжает в Иерусалим. Мы видим, что когда приблизились к Иерусалиму, и в Вифаге, и в Вифане, Горелионский Иисус посылает двух из учеников, и мы видим, что Христос начинает свое движение, движение к Иерусалиму, вот, и Он посылает, чтобы ему прислали, нашли осла, вот мы читаем, и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и, входя в него, тотчас найдите привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязавший его, приведите». Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, «Это он надоблен Господу», и тотчас пошлите его сюда. Я думаю, что когда ученики пережили опыт, а опыт был с тем, что действительно нужно было найти человека, и человек должен был совершенно бесплатно, не за арендную плату, потому что в те дни все продавалось, все сдавалось в аренду, а этот человеку нужно было просто сказать, «Отдай этого осла, он нужен Господу». И когда ученики увидели, как это все работает, как действительно нашелся этот человек, который отдал этого осла, и они привели его к Иисусу, они, наверное, увидели, что вот эта мечта о той жизни, о том новом царстве, царство, которое будет подобно царству Давида и Соломона, оно начинает исполняться. Мало того, они читали пророчество Захарии, и мы видим, что когда мы смотрим пророчество Захарии, 9 главу, то именно мы видим, что происходит буквальное прямое исполнение въезда Мессии или царя, больше, наверное, акцент сделаем на царя, въезжает в Иерусалим. Книга Захарии, 9 глава, и мы с вами читаем, «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом ослице сыне подъеремном». Интересно? Я представляю, как учеников стали дрожать руки, когда они вели этого осленка и видели, что, наверное, сегодня происходит невероятное событие. Они будут везти молодого царя на этом осленке, который должен потом стать, ну, будущего царя, который потом должен быть стать царем, должен быть провозглашен царем Израиля. Поэтому мы видим, что когда Иисус сел на этого осла и когда его стали везти уже по дороге, он стал въезжать по дороге в Иерусалима, мы видим, что многие люди стали вспоминать это пророчество. Они стали ликовать, они стали кричать, они стали постелать одежды, пальмовые ветви, которые приветствовали. И здесь мы видим удивительные слова, которые они кричали. «Благословен грядущий во имя Господня, Асана, Асана, благословен грядущий во имя Господа, Господа, Царство Отца нашего Давида, Асана Вышних». И мы видим, что вот в этих словах мы видим великое ожидание вот этой большой, огромной мечты. римляне будут изгнаны вместо потомков царя Ирода, который был и думлянин, его дети были и думлянинами, хотя вот как бы приобщались к еврейской религии, но тем не менее они прекрасно понимали, что на престоле не сидит потомок Давида, что это не прямая линия Давида, а пророки ведь пророчествовали, и сам Бог говорил Соломону, что на престоле его будет сидеть потомок Давида, который восстановит это царство. Итак, для меня я вижу, что как бы кульминация вот накаляется, мы подходим к кульминации, ожидание людей просто величайшее. Если мы читаем другие Евангелия, то мы видим, что сам въезд Иисуса в Иерусалим в эти пасхальные, предпасхальные дни, предпасхальные дни, когда множество паломников со всех концов земли, множество иудеев идет в Иерусалим, чтобы поклониться Богу. А историки говорят о том, что в те дни могло до миллиона людей прийти в Иерусалим на поклонение, на празднование этих особенных праздников. Поэтому вы можете представить, какое ожидание. Первая попытка у учеников сделать Иисуса царем было, когда Он находился на озере Галилейском и когда Он накормил большую толпу людей хлебом, совершил чудо. И вот тогда люди захотели сделать Иисуса царем, ученики это поддержали, а Иисус, видя, что все идет не в правильном русле, Он учеников, толпу распустил, и ученикам строго приказал сесть лодку и уплывать. И та знаменитая буря, в которой ученики чуть не утонули, свидетельствовал о том, что ученики не понимали, что происходит с Иисусом, почему Он себя так ведет, и почему Он не хочет быть царем. Позже ученики будут просить, посади нас по правую и по левую сторону. Помните, братья? Опять же, они мечтали, что в этом царстве, как вот Он будет, как Соломон, мы сядем по правую и по левую сторону, а Христос начнет говорить, сможете ли пить чашу мою, креститься моим крещением? Как они смело говорили, конечно, мы сможем это сделать? Говорят, не понимают. Они не понимают, о каком крещении, о каком царстве будет говорить Иисус. Но тем не менее, мы видим, что Иисус, как написано по пророчеству, едет на молодом осле, въезжает в Иерусалим. Для меня здесь два важных фактора. Он заходит, въезжает в Иерусалим, и Он не собирает народ для того, чтобы поднять восстание, сбросить римское игорь. И ведь, по сути, в городе до миллиона людей. И можно собрать огромную армию, большую армию. Тем более, что Иерусалимский гарнизон, он не настолько большой. И можно было бы на волне восторга и патриотизма поднять восстание. Но Иисус этого не делает. Мне кажется, что само даже шествие говорило, что Иисус, ну, совершенно другой у нас будет царь, и совершенно другое будет царство. Потому что рядом с Ним, когда вы помните, когда на молодом осле шел его трофей, так в кавычках, скажем, его триумф, рядышком шел с ним лазарь, которого Иисус воскресил из мертвых. Уже здесь Христос показывал и ученикам, и всем людям, что есть нечто большее, чем просто благополучие, чем просто достаток, чем просто хорошая страна, в которой будут все сыты, накормлены. Потому что рано или поздно, даже в хорошей, прекрасной стране, где хороший государь есть, все будут умирать. И никто не сможет остановить это проклятие земли, смерть, которая будет приходить совсем не вовремя и обрывать нашу жизнь. И вот здесь идет тот, который показывает, посмотрите, я царь другого порядка. Я не провозглашаю вам какие-то экономические программы. Я не скажу, как выйти вам из экономического кризиса. Я несу вам другую весть. Это будет весть о том, что вы сможете победить смерть. Вот смотрите на Лазаря. Вот мой трофей и вот моя программа. Но учеников это не волновало. Они ждали большего. Ждали новых домов, ждали много слуг, много богатства. То же самое, наверное, каждый, кто шел за Иисусом, ожидал, что от этого нового царя они получат свой кусочек счастья. Свой кусочек счастья. Хотя Иисус показывал, какое настоящее счастье Он готов им дать. Итак, мы видим, подходим к нашему разочарованию. Иисус заходит почему-то в храм. Как я сказал, что Он не стал собирать на этой волне восторга, собирать армию, не стал показывать, говорить речь об оккупантах. Он входит в храм. Вот здесь какая-то непонятная у нас история. И читаем Евангелие Марка, 11 главу, 11 стих. «И вошел Иисус в Иерусалим в храм и осмотрел все, как время уже было позднее, и вышел в Вифанию с 12». Вот все. Такой торжественный въезд, такой эмоциональный подъем, такой триумф и пик. И так как-то вот вошел в храм, побыл в храме, посмотрел и ушел. Я думаю, что вот разочарование начинается отсюда. Разочарование, наверное, у самого Иисуса, мы сейчас к этому подойдем, и разочарование у самих учеников и у народа. Ведь на этом эмоциональном подъеме, они ожидали, что пик должен пойти дальше. Вот мы сейчас же подходим, как в Иерусалим, мы входим с торжеством, и поэтому дальше должно что-то происходить. А Иисус просто вошел, побыл в храме, посмотрел и ушел. Не знаю, как вы, меня всегда смущал этот отрывок. Зачем нужно было идти в храм тогда, если ты ничего не планируешь сделать? Но знаете, что нам помогает объяснить действия Иисуса, помогает объяснить пророки. Дело в том, что когда мы с вами читаем Евангелие и Ветхий Завет, мы обращаем внимание на то, что первый храм, или Скиния, была освящена присутствием Бога. Когда слава Божья спустилась над Ковчегом, и она настолько наполнила Скинию, мы с вами читали вот недавно в книге Исход, что даже Моисей не мог туда войти. То есть это был момент освящения. Второй момент мы с вами видим, когда уже Соломон будет строить храм, мы видим, что знаком того, что строительство завершено, является тем, что опять же Бог освящает этот храм. И освящение этого храма происходит тем, что опять слава Божья спускается над Ковчег Завета, и она опять наполняет славу, вот это сияние наполняет храм. И таким образом, настолько это было сильно, что ни Соломон, ни священники, никто не могли войти в храм. Итак, у нас два храма было освящено. Проблема вот этого, или не храма, так скажем, Скиния и первого храма, проблема второго храма, который строил Заровавель и его помощники, что Ковчега Завета в нем не было. Мы знаем с вами по истории, читая, мы видим, что перед приходом на ухода Носора священники спрятали Ковчег Завета, и так до сих пор он не найден. Поэтому, когда Заровавель начинал восстанавливать храм, одна из проблем, они многое утвари сделали или были восстановлены, когда были им отданы для восстановления храма, но Ковчега Завета они также и не сделали. Историки свидетельствуют о том, что во святом святых находился просто большой камень. Большой камень вместо Ковчега Завета. Поэтому, что еще важно отметить, что когда был построен второй храм, священники, помните, старейшины, они рыдали. Почему они рыдали? Потому что, с одной стороны, он не был настолько величественен, как храм Соломона, а с другой стороны, не было того чуда, которое было со Скинией и с храмом Соломона. Слава Божия, не осветил этот храм. По сути, как бы строительство произошло, но оно еще не завершено, потому что завершить строительство этого храма должен был сам Господь тем, что он должен был бы осветить его. А освящение так и не произошло. Поэтому, посмотрите, мы сейчас откроем книгу пророха Малахи, Малахи, третью главу, и мы с вами прочитаем первый стих, и мы поймем, почему Иисус заходит в храм. «И вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». Я думаю, что в этом ангеле или в вестнике, который должен прийти перед Богом, мы все узнаем Иоанна Крестителя, который должен приготовить путь, приготовить народ к тому, что сам Бог пройдет по Израилю. Бог пройдет, поэтому помните, Иоанн будет говорить, пусть низины возвысятся, высоты пусть понизятся, выровняем путь, сам Господь будет к нам идти. Куда должен Господь прийти? Где его место? Иерусалим, понятно, но центром места, где присутствовал Господь, и как в скине, так и в храме, это был, это было святое святых, или это был сам храм. Сам храм, так скажем, Бог с собою освящает храм. И мы с вами видим, как дальше пишет, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Савох. Поэтому мы видим, что ученики, они ожидают, что Иисус войдет в Иерусалим, начнет собирать армию, армия, которая подымет восстание. Он исполняет пророчество, которое сказал Малахий, который провозглашал, Иоанн Креститель, приготовьте путь для Господа, выровняйте дорогу, к нам идет сам Господь. И куда идет Господь? Он идет в свой храм, он идет завершить работу освящения, которую не смог сделать Зарававель. Своим присутствием Бог в лице Иисуса Христа, мы с вами видим, как Господь говорит, что в нем обитала вся полнота Божества телесно, в нем было сияние славы Бога, покрытый человеческим естеством, поэтому видим, что Иисус входит в этот храм, чтобы показать, я восстанавливаю завет с вами. И в первом случае, когда при Моисее было освящение Скинии, второй момент, когда Соломона, всякий момент, когда Скинии освящалась, это означало, что Бог вступает в завет со своим народом. Так и здесь идет исполнение пророчества, то, что Господь говорил Иеремии, что Господь идет записать скрижали каменные на наших плотяных сердцах, буквы каменные на наших плотяных сердцах. Он идет предложить нам новый завет, завет, в котором мы с вами будем иметь в своем сердце Духа Святого и не будем ориентироваться только на каменные скрижали, которых нет на самом деле во Святом Святых, а будем ориентироваться на заповеди Господни, которые будут в нашем сердце написаны. И вот это особенно уникальный момент. Христос идет в Иерусалим, чтобы обновить завет со своим народом, принести им новую весть, принести им великую надежду. Бог возвращается назад. Помните, как тогда при разрушении Иерусалима, перед разрушением Иерусалима Господь показывал, как слава Божья покидает Иерусалим, и здесь мы видим, что слава Божья возвращается в лице самого Бога. Итак, мы видим, Христос заходит в храм, и по идее тот же народ и те же священники, и ученики Иисуса должны были провозглашать и увидеть, что это сам Господь пришел к ним. Это Божий Сын, о Котором говорили демоны и кричали, и Христос им запрещал. Если кто читал с нами Евангелие от Марка, вы видите, что почти все демоны в Евангелии от Марка провозглашают, это Сын Божий, это Божий Сын, это Сын Божий, Сын Всевышнего. Ученики должны были тоже это услышать. Сын Всевышнего идет в храм, в свое место, чтобы завершить строительство этого храма, осветив его. Вы знаете, что, наверное, в какой-то мере царь Ирод понимал, что строительство храма не завершено так, как должно, что его слава, вот она как-то умолялась славой храма Соломона. Конечно, он больше ориентировался на убранство храма. И поэтому мы видим, что царь Ирод сделал очень много, чтобы как бы завершить это строительство. Библия говорит, что он строил 48 лет этот храм, что он вложил, он сделал огромную реконструкцию, сделал огромную площадь, покрыл храм Рамарам. То есть он пытался по-человечески вот придать этому храму, второму храму большего значения, большей значимости, большей слави. И помните, ученики потом будут говорить Иисусу позже, когда они увидят, что что-то не то, что Христос как-то себя не ведет так, как они ожидают, помните, скажут, ну посмотри же на этот храм с Горелинской, посмотри на его убранство. А Христос очень спокойно скажет, камня на камне не останется. Почему? А вот мы подходим к этому разочарованию, пасхальному Бога разочарования. Он пришел к своим, а свои его не приняли. Повторится история, которая совершилась за 700 лет до этого, когда будет разрушен первый храм Соломона, который строил он. Слава Господня покинула. Так и здесь Иисус войдет в храм, а потом он там не останется. Никто его не примет, никто не пригласит. Что ожидал Иисус? Что они должны были бы сделать? Вот фарисеи, книжники, ведь они же понимали прекрасно пророчество и знали, что должно произойти. Опять же, если мы вернемся к пророчеству Захарии, что Иисус ожидал от старейшин, от Синедриона. Давайте мы прочитаем. Книга Захарии и шестая глава. Шестая глава, по-моему, да, шестая глава. Здесь у нас очень интересный эпизод описывается, как Иисус, сын Седеков, это был первосвященник при Зарававеле, который строил этот храм. Иисус, сын Седеков, понимал эту проблему, что нету ковчега, и храм не освящен будет. Поэтому, каким образом дальше совершать служение, когда нету этого чуда, нет этого освящения и славы. И вот Бог дает ему знамение. Не только ему, были люди состоятельные, которые вкладывали свое имущество в строительство этого храма, но также не понимали, у них была большая проблема, насколько этот храм реально освященный, если нету того, что было во время Моисея и во время Соломона. И вот смотрите, что провозглашает здесь Господь через пророка Захарию. «Было слово Господне ко мне», 6 глава и 9 стих. «Возьми у пришедших из плена у Хелдая, у Тови и у Идая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафонева, куда они пришли из Вавилона». Так у нас есть четверо состоятельных людей, Хелдай, Тови и Идай, и они должны были вместе все собраться у Иосии. «Возьми у этих людей серебро и золото и сделай венцы и возложи на голову Иисуса, сына Иседекова и Ирея Великого». Так интересный момент. Нужно взять было у этих состоятельных людей, которые волновались, что же этот храм, он неполноценный. «Возьми золото и серебро и вылей из них не одну корону, обратите внимание, а венцы». Мы предполагаем, что это должна быть двойная корона. Почему двойная? Мы сейчас к этому подойдем. «И возложи эту корону, и обратите внимание, не на голову Зарававеля, который был из рода Давидова, а возложи его именно на первосвященника». То есть эти люди должны были подойти, и происходит вот эта особая церемония, когда наглядно пророк провозглашает пророчество. «Возьми эту корону и возложи ее на голову первосвященника». Зачем? «И скажи этому священнику такие слова». «Так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасы, или Росток, мы еще можем перевести, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Как удивительно, говорит пророк. Храм-то строится, храм-то уже построен, еще можем так добавить. А здесь говорит, что вот в образе этого первосвященника, у которого двойная корона, он говорит, это не первосвященник, мы говорим сейчас к отрасли. Если вы читали пророчество Исаии, где говорится пророчество о Мессии, то там Мессия так и называется отрасль, Росток. Почему образ Ростка? Это тот, который не пришел с небес, а вырос из земли, был здесь с нами. Помните, как Евангелие от нами, что он находится среди нас, он часть нашей жизни. Вот он родился здесь, он Росток, он поднялся. Поэтому здесь, как во времена Иисуса, ожидали, что Мессия придет с небес, а Библия говорит, что Мессия должен быть среди нас, он вырастет, и что он сделает? В этой двойной царской короне он что сделает? Он создаст или завершит строительство храма. Не царь Ира тем, что обложит из его мрамором, золотом, драгоценными камнями, а именно тем, что именно, вот мы уже видим через Малахию пророка, он придет в храм и освятит этот храм. И он создаст храм Господень и примет славу и воссядет и будет владычествовать на престоле своем. Он будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. Мы теперь понимаем, почему двойная корона. Впервые соединится светская власть и власть соединится священническая. двойная корона, как бы две ветви власти, которые должны быть, в нем соединиться. Он в храме сядет, да, мы мечтаем, что он создаст храм, будет священником, владычествовать на престоле будет своем и он принесет мир. Принесет мир. Израилю принесет мир людям. Интересно. Интересное пророчество. Поэтому Иисус идет в храм, потому что он должен стать и царем и должен стать нашим первосвященником, нашим ходатаем пред Господом. Он идет принести мир Израилю. Мир такой, который видит Бог, а не такой, который видим мы. Другими словами, Бог показывает, Иисус идет исполнять план А, который был у Бога. Мессия поднимается из своего народа, Бог приходит в мир, становится человеком, приходит в храм, освящает храм, и мы видим, что должно было бы тогда, если бы это случилось, должно было бы исполниться пророчество, о котором говорит нам пророк Исайя во второй главе, во второй главе, и мы видим, было слово Господне в видение к Исаю. Будут последние дни, гора дома Господня, вторая глава, второй стих, будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, и от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. И он будет судить многие народы, и обличит многие племена, и перекует мечи свои на орала, и копья свои на серпы, и не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать. Вот он, как мы читали в Захарии, он даст мир. Он даст мир. У Бога был такой план. В этом плане, наверное, должна была бы находиться жертва за искупление, но в этом плане она не прописана детально. Мы понимаем, что Бог должен был бы искупить свой народ, и каким бы образом умер Мессия, мы не знаем. Вероятнее всего, чтобы он не умер от рук своего народа, который бы от него отказался, ну и по крайней мере та группа, которая кричала распни его. Вероятно, что этот заговор устроили бы римляне и убили бы его, а потом он воскрес. Но нам до конца все эти планы уже неведомы. Мы знаем очертания плана А, которые Бог предусмотрел. Поэтому Иисус входит в Иерусалим, входит в храм, священники разбежались, старейшины не пришли, и он стоит в этом храме, и никто не приглашает его, и никто не одевает ему корону. А действительно, о короне сказано дальше. Для этих людей, строителей, которые вложили свои деньги в строительство храма, богатых людей, пророк Захарий говорит, вы, которые сомневаетесь, а будет ли этот храм достроен, осветит ли его Господь? Смотрите, он дает им знамение. А венцы, 14 стих 6 главы, А венцы те будут Халему, и Тови, и Едаю, и Хену, сыну Сафоневу, на память в храме Господнем. Венцы должны находиться в храме как знак того, что это пророчество исполнится, и что за этим венцами придет однажды сам Господь. Поэтому Иоанн провозглашает, приготовьте путь к Господу. Сам Господь идет в свой храм, и венцы его должны были бы там ожидать. Но, к сожалению, никто на него венец не возложил. Великое Божье разочарование. Я думаю, что Иисус, наверное, где-то в глубине души, как человек, хотел, чтобы этот план был, чтобы этот план исполнился. Ведь не зря он будет в Гефсимане, говорит, Господи, да минует меня чаша сия, чтобы план Б ужасный, страшный, чтобы он не включился. Но Иисус пришел к своим, и свои его не приняли. Великое разочарование Бога, Иисуса, и то же самое будет великое разочарование народа, которые ожидали вот такого царя, и не захотели такого царя, которого Бог им предложил. Они не приняли его. И поэтому мы видим, что Христос уходит тихо назад в то место, где он ночевал, мы видим, и в Ифанию, и мы видим, что на следующий день он идет в храм, разгоняет торговцев, менял, а потом проклинает смоковниц. Удивительное место, что после того, когда он разогнал этих, менял, там еще будет спор со старейшинами, которые будут говорить, какой властью ты докажешь, что ты имеешь право это делать. Они начинают что-то спорить с ним, когда был упущен момент и шанс. Христос понимает, что пошел уже второй план, и поэтому он проклинает эту смоковницу, на которой не было плоды, и тем самым показывает, что закончилась та участь или тот план, который мог бы быть, когда гора Господня возвысится, когда еврейский народ мог бы стать центральным народом, вокруг которого Бог бы объединял многие народы, которые бы познавали истину, и что этот план уже не будет работать, и будет новый народ во Христе, не имеющий национальности, не имеющий каких-то национальных признаков, которые будут ориентироваться только на одной, на вере в Иисуса Христа. Они будут соблюдать традиции, или принципы, или заповеди, которые Бог когда-то давал своему помазанному народу, но теперь помазанный народ во Христе, тех, кто приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. И поэтому разочарование пасхальное идет у нас дальше, когда в последнюю ту ночь, почти в последнюю ночь, Мария разбивает алавастровый сосуд и помазывает голову Христа. Ведь царю нужно было помазать голову. И ведь должно было в храме произойти помазание на царство. Но этого не случилось. И Дух Святой побудил Марию помазать Иисуса на свое царство. Она разбивает это драгоценное миро и помазывает ему голову. Помните, ученики Иуда начинает бурчать и говорить, зачем эта трата? Христос говорит, она меня помазала, но не на царство, а на погребение. План Б вступил в силу. И через какое-то время Синедрион, вместо того, чтобы надеть на него царские венцы, одевает на него терновый венец. И когда его распнут, табличка, которая будет над головой Иисуса, будет звучать Иисус на заре царь иудейский. Вот так закончилось большое разочарование, которое пережил Господь. И то разочарование, которое переживают люди, потому что, когда они не подчинили свое сердце воле Бога, шли за своей мечтой, не могли подчиниться, принять Христа и покаяния, которое он им предлагал, мы видим, что они его отвергают и вместо царя Иисуса выбирают вараву, разбойника, мятежника, человека, который подымет восстание, подымет на войну и вернет, и сделает для нас богатство и славу, а Иисус нам будет не нужен. Великое разочарование. В этой истории для нас очень важный урок. Мы можем идти с Иисусом и кричать Ему осана и слава, когда у нас все хорошо. Слава Богу, я жив и здоров, слава Богу, у меня есть работа, слава Богу, у меня есть хорошая зарплата, слава Богу, со мной дети и внуки. Но наступят такие моменты, когда мы можем все потерять. Работу, детей, внуков, жену, друзей. Когда мы войдем в пустыню испытаний и трудностей, будем ли говорить слава Богу? Или подобно тому народу будем кричать «Распни его!» Мне не нужен такой Бог. Где был Бог? Это не Бог. Его нет. За каким Богом мы идем? Идем ли мы за Богом или просто идем за своей мечтой и чтобы Бог ее осуществил? Или все-таки мы идем за Богом, у Которого есть мечта, которую Он желает каждому из нас дать? А мечта это воскресение из мертвых. Ведь Иисус шел с Лазарем и показал вот ту великую надежду, которую я вам дам. И напоследок посмотрите на смоковницу, чтобы наша жизнь, которая не согласуется с волей Божьей, возможно, вернее, наоборот будет, посмотрите, чтобы наша жизнь, она согласовывалась с волей Божьей, чтобы мы могли принести плоды Богу, чтобы Бог не проклял тех, кто куда-то бегут за Ним, провозглашают, что они рядом с помазанником, что они Его любят, что не предадут, а как только любое испытание оказалось просто все пустым. Помните, что Иисус, понимая, что план А не сработал, Он попробовал, Он сделал для них этот шанс, Он смело пошел на план Б, чтобы стать спасителем для всего мира и для нас с вами. Бог в нас не разочаровался, Он знает, что мы грешны, Он знает, что мы слабы, но Он знает, что если мы выберем Его, мы станем крепкими и сильными. Бог разочаровался в том, что не исполнился тот план, который был бы прекрасный, но у Бога всегда был план, который предусмотрел для каждого из нас. План спасения каждого человека. Поэтому пусть Бог через эти испытания, через этот карантин, поможет нам переосмыслить, за кем мы идем, за Богом или просто за своей мечтой. Принимаем ли мы волю Божью, понимаем ли мы Божий план, принимаем ли такого Бога, который может допустить испытания и трудности, и не всегда победу, и готовы ли мы пойти даже за Иисусом, который пошел на крест. А не пошел в царский дворец. Пусть Господь нас благословит и укрепит. Давайте мы помолимся. Небесный Господь и Бог, очень благодарен Тебе, что сегодня Ты говорил к нам через Твое слово. Благослови, Господь, чтобы наши мечты согласовались с Твоей волей и с Твоей мечтой, чтобы мы не пережили пасхального разочарования, которое пережили люди, которые шли за Иисусом, но потом не смогли принять Его мессианство. Благослови, Господь, чтобы мы, выйдя из карантина, не потеряли свою веру, чтобы мы сохранили эту веру и чтобы мы были крепки в Тебе, Господи, и приняли Твой план, который Ты для нас предусмотрел. Мы это просим во имя Христа. Аминь.